Знакомство с Котовском Игорь Щеголев начал с главной городской достопримечательности – парка воинской славы. Вместе с губернатором Александром Никитиным и главой города Алексеем Плохотниковым, Полпред прогулялся по аллее «Бессмертный полк», где возложил цветы к монументу памяти погибшим во время Великой Отечественной войны и памятнику павшим афганцам. По окончанию экскурсии по парку Полпреду презентовали проекты будущих построек. Это будет картинг-клуб, велодром, скайдром. У нас такой спортивный город, у нас очень спортивный город. Также глава города подарил столичному гостю котовский бренд – неваляшку местного производства. Следующей остановкой в поездке стала улица Кирпичная. Здесь Полпред встретился с жителями аварийного дома. В этом году они стали участниками программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Съехать из старого дома жильцам предстоит в микрорайон «Солнечный», где их уже ждет многоквартирная новостройка. Полпред лично оценил качество жилья, которым остался доволен. Я за то, что приезжал к нам начальство. Мы город к этому готовим, да и после этого хочется работать. Ну и, конечно, помощь, она тоже приходит вместе с ними. Новостройка стала заключительной точкой поездки в город Котовск. Далее Полпред вернулся в областной центр, где его ждали встречи с представителями банковского сообщества, руководителями силовых структур, а также совещания по вопросу состояния жилья в регионе. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Павел Филатов, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей.